не принимаются отмазки подпишись на соски соски бед мы нормально выспались идем на то место где мы спрятать но что ребят мы нормально выспались идем на то место где мы спрятали дрезину надеюсь она там лежит все четко а здесь это на которой мотоцикла делали или нет а тех это отделяется 10 километровая зона снежок конечно будет зимой тамникает тит малину смотрите какие следы остаются сегодня самый жесткий день будет штурм чернобыльского атомного реактора штурм будет колючка упала или отдыхает лежит просто лежит бери перешагу как думаешь может полиция делать засаду с собаками вполне может быть припяти недавно была собаками сталкеров ловили на запчусь до распустили собак а полиция была на велосипедах натуре интересно а вот смотрите вот снежинка она же по сути по сути в себя тоже может впитать радиацию и потом на тебя упасть и прилипнуть тебе на тебе расставить тебя будет хуярить радиацией оперативно да вот буквально на днях ашу собака чё двадцать первого февраля мне дали деньги за это видео до stalker обнаружит начинает его беспощадно рвать она просто скулит на самом деле она не рвёт она может добренько даже прикинуться сталкер даже можете что не подозревать зато она возьмет и приведет полицию прямо к сталкеру батюшки мать честная ищем дрезину давать зеленый свет да покажи дрезину мы обязательно спросим об этом позже да да давай давай я поближе а давай быстрее уходим да да я тебе покажу как надо правильно снимаем крышку снимаем все защиты ребят верим на мотоциклит всем 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 это хуище это семь тысяч или что тысяч всем этом это смертельная зона долгает смертельная доза давай тогда тут подольше постоим на хуяртельная посетить надо еще больше есть еще может ты залезешь прям в эту трубу там на ребят это сумасшествие 8000 13000 ребят да 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 поближе подойди ну просто интересно там реально не сто пятнадцать тысяч нет у меня открывает сто пятнадцать тысяч блять уходим уходим ребят уходим уходим обижали да 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 нормально но там всего лишь минус пятнадцать лет жизни тележка на месте все нормально а у них такая же у вас варенься под рабочих едем прям под самую атомку будем прям переезжать дорогу ряда машины будут ездить мы будем среди рабочих которые работают здесь честно атомки нам надо так замаскировать это стелс в реальной жизни стелс игра но в реальной жизни полицию никто не догадался что мы сталкеры ладно стелс провален вас раскрыли и вам аккумулятор отстегиваем пульт управления кидаем рюкзак и сматываемся на да сам выдернут эти раскручиваются в дёргут барашка соединяя аккумулятор но надеюсь у нас вообще не спали потому что мы хорошо замаскированы вроде это очень непривычно надеть яркие робы на себя касочки нужно перебороть реально все свои инстинкты и выйти на дорогу это просто что-то наверно проверка а как они на них нету ставим телегу на рельсы и нам нельзя убегать потому что любой шаг назад будет арсенен как то что мы сталкеры и то что мы тут нелегально рабочие никогда не убегать но у всех рабочих вот такая да коляска не а коляска топовая я такой бы покатался религия у них там реально профессионально я бы покатался бы нам о смерти вы его видите так называемый кто знает это въезд в припять и все мы готовы мы летим нафкировка суса божественно давай давай погнали давай давай и следите за рельсами я так быстро на этой хуйни они валят так быстро 5 человек они с места сорвали мне самокат меньше мощности что ли она перейдет медленно потому что там может быть камней шут нафу не оторвало ничего я так хотел бы показаться экскурсия я бы так бы хоть так бы хотел бы покататься на такой хуйни тормозит 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 и медленно-медленно смотри мы можем оторвать ребята напали на очень место 10 кто это спроектировал это экскурсия впереди я не знаю наверное да и что делаем просто прыжаем мимо они фоткаются возле стеллы припять ребят пусть я нормально пусть и уезжают ребят никакой паники это полный газ сус или нет отлично нормально на 2 надеюсь где под сантре значит я анонсирую мы с игорем если там будет интернет я буду молиться у нас есть кладбище поездов у меня вам фотки раньше показывал давно я не помню где эти фотки сейчас у нас есть кладбище поездов мне там страшно пиздец потому что я думаю что призраки обитают вот оттуда выгоняют но оттуда может быть и рейл стрим а там моё мы уже видим арку ребят макс и близко парик сейчас я вам покажу подождите если я найду фотки но чтобы вас подержать в курсе по-моему у нас канта называлась банда потому что мы играли в это каждый день и показать вложения сейчас ебать вот зацените зацените блять старые ржавые но прям старого образца паровоза блять потом я не знаю внутри дам его внутрь там еще залазили там еще внутри раздолбанные деревянные сидушки блять вот такая вот всякая хуйня там правда все зарастает но а еще там всякие пожары были вот игорек вот нормально ну вот там вот если там будет интернет то ну подруг тоже типа я очень надеюсь на то что там будет интернет реально вот но желательно конечно чтоб меня разбанили на твиче и игорь тоже со мной мог постримить вот ну там нормально там вообще лазить где угодно можно но надо прятаться нормально стал сетями вот а иногда шумит прям эти железяки жестко не а вон она камера на столбе стоит она отвернута от нас потому что никто не знает что мы пойдем со стороны железной дороги и да то поспокойнее лопали 5 друзья давай становимся на селфи нас заснулись здесь ну тормози тормози сус заснили полностью нас потому что не будет 2 дубля а ну стоп пацаны знаменитая стала въезд в припять историческое место и мы на дрезине это вообще нереально мы сюда доехали все надо быстро ехать наши камеры куски не можем долго задерживаться по камере ребят я всякой в жизни видел ну такое это впервые все ребят мы выходим в люди теперь мы будем политься очень лёто нас минимум должны 10 раз заметить димон по моим расчетам игла на чтоб никто не догадался что мы сталкер что все думали что мы рабочие на дрезине рабочих как тебе все нормально приводите уровень чувствуешь себя монтёром ни разу не ловили значит я устроился работать чернобыль на железную дорогу тут неплохо вроде бы и платят и молоко и пенсионные хорошие молоко правда я пью а потом у меня что-то изнутри как будто разрывает нахуй а не пыльно я едешь плюс ты крутит быстрее здоровье похорошел в общем живется мне отлично все добре переезжать круто я вот так я катался блять я только допер зацените земля радиоактивная только на поверхности да ну там допустим первые 50 сантиметров да но из-за того что идет дождь радиация перекидывается допустим на снег или на дождь а потом дождь летает и протекает в самые недры земли пиздец это рыжий лес да то тот самый желез куда выпало самое большое количество радиоактивных отходов полинваги сразу зашкаливает кстати до сих пор ни одной машины нам везет как так тут вообще машин полно обычных до сих пор нет никто нас еще не видел мы уже проехали километр может два я не знаю я слишком жить хочу я была такой твое не катался ну реально очень жить хочется блин ребят капец кровь значки и радиация пацаны чтобы вы понимали мы едем параллельно главной дороге которая идет в припять тут ездят экскурсии вахры полиция обслуживающие персоналы десятки десятки людей мы едем вот вот палево так близко блин наши лица тут даже смогут распознать не ребят такой дерзкости я думаю никто не ожидал прикинь сейчас машина такая тормознёт а кто такие я полина дизометристка а мы долго еще вдоль дороги был яхать нет недолго сейчас мы будем этого не там осталось три километра в леса техники едет само не надо не держу руль держу руль руль нормальный 150 это видимо нормально как ты можешь объяснить почему до сих пор ни одной машины как там удача на нашей стране удача улыбается смелым мы просто столько прошли рискованных моментов и нас ну вселенная поддерживает значит мы на правильном пути при поделаре здорово пацаны я рада что вы пришли ко мне в гости мероприятием классным или кто-то мне посещать вся планета заинтересована в том чтобы это произошло капец я все реально ну что ребята давайте наконец-то познакомить полина кто-то говорил что женщину брать не надо на наш электрокорабль но как видите все складывается как нельзя лучше 3 километр то что три километра до атомки до атомки три километра ребят остается вот сейчас вы будете видеть высоковольтной линии которые шли от чернобыльской атомной электростанции со 50 ки 30 десятки по ходу 130 вот ему на 30 километра слева топ копия атомная электростанция и все предприятия рабочие и мы прям едем туда а вон она арка вон она вон она все мои ребят цифровое золото да да я про bitcoin не смыть ладно да туман ребят там круто еще немножко страшно так как скорость большая если средства мы слетим то полетим куварем рельсы прям идеальный внимательно да сейчас будет направо как бы ворот а потом идет эту дорогу пересечем когда мы перечим эту дорогу то там будет еще опасен как на развилках над резине вот вот развилки есть как она будем мост проезжать через канал пруда охладителя ребятам мы подъедем под сам центральный хаят и пум проезжать прям в нескольких метрах он рабочий там куча собаки рабочих вот это будет интересно дачи то кидает право влево на расход от рельса а да очень широкие рельсы на повороте расширяются смотрите какая шель идем на самом краешке рельс гады разошлись конкретно дороге всегда нужно сбрасывать скорости на трамваях и метро и железной дороге может порвать ребор для колеса повырвачивать может это очень прямо поняли ребят поэтому на повороте знак с это шоссбак скорость выступе дорога так самое беспалевное место можно остановиться пощупать нагрев моторов теперь покататься на такой уйти смотри сус не болтаются реборды колесо нагрелось но в норме абсолютная норма перегрева нету реально все идеально что это происходит что ребят проверяем нагрев контроллеров так что у нас по контроллерам все идеально нагрева отсутствует аккумуляторы все включены полный заряд мы можем продолжать движение пидстоп окончен сейчас какой-то стрёмный переезд будет до переезд очень стрёмный переезд надо вот тихонько проехать и чтоб машин не было главное спокойно пожалуйста главное спокойствие уверенность капец а из гироскута раз ребята ребята это герман центральную трассу асфальт и по которому увозит рабочих на атомную электростанцию соответственно надо его максимально незаметно проехать потому что там машина за машиной на все скорее заметят суда чуть больше газа это сильно меньше 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 блин вроде чисто никого нету давай едем едем сильно не газу это чисто никого едем в тупую если машина мы уже не останавливаемся не сдаешься тормозни тормозе нажми на тормоз но не выключай питание тормоз нажимай ведь и него зуни вот они вазу не газу все нормально проехали сейчас будет честно проехали мы переезд все четко ребята прямо по курсу у нас градирня сейчас мы едем прям на неё ветер сильный ветер поднялся скорость большого это кстати 750 киловольт димон это не 300 смотри да тут правда видишь звездочками по пять проводов идет линия до артутная лампа здесь загорится тут очень большая напряжена в революте вы сейчас будут переезда едем очень четко едем очень быстро вообще удивительно как можно сюда заехали не знаю это что-то не охраны не машин просто никто не ждет что мы пожалеет на дороге борьемся как припять на нашей стороне прямо блин а куда нам нам правее держаться все нормально как они сейчас видят вот какой-то период они туда куда надо переносим раз два три понесли хлопчики а я думал они как-то торги по перенеси все четко летим дальше перенесите на него смотри какая-то железка еще один переезд ой бля повезло раз два три саш поклус один ребор мы можем слететь они слетят шлифанул а тут полный привод каждое колесо как двигатель работает видите что произошло у нас погнулось вспомогательное колесо и значит наша конструкция стала менее устойчивой если сейчас будет соскакивать то колесо поменяем это колесо у них еще сам вызывается реборд и у нас есть четыре запасных реборда а капец а там сейчас работают люди там ну типа тут есть рабочие какие-то вот мы проезжаем ребят хотят это действующие хранилище ядерных отходов действующих там есть охрана серьезная нам вообще нельзя туда попадать ребят надо очень тихонько проехать что нас там никто не видел хотя на удивлением я не прямо как но мы как-то едем на поломанных на переднюю я сбил нормально но она сильно опущена может зацепиться за что-то смотри а что такое суз же длитель поломаны конкретно раскурочили что мы здесь станем накоплено я здесь опасно реально очень опасно где-то дальше после моста мы станем можно после моста по мне обратно тоже не собираюсь мы же не проехать на поломанных этих давай да между елками да все становимся ребят технический перерыв ты не тормозишь суз так все переносим ребят димон сколько мой процентов прошли до реактора мы прошли 40 процентов 40 процентов реактора да ну это классно очень стремное место он кто он типа шарит вообще больше всех вот этот чем у нас вокруг них две дороги плюс хаят ох стрёмно здесь конечно посмотрите как понял что надо все снять все гайки дело мастера боится что там с дозой нормально это для зоны это нормально абсолютно как в припяти для зоны нормально но для жизни не совместивая сумме конструкция подчинена можем ехать дальше полной готовности наши рекорды как новенькие смотри как будто и не ломалась погнали сейчас самое поливное место начинается нужно себя вести максимально спокойно и только вперед все взялись а он откуда все это знают он типа не раз здесь был вообще везде а с два три аккуратнешь перенесла она не наскочить еще раз для переезда будет сербина дорога по идее к ней еще и вагончики можно подцепить нормально идем по чуть-чуть репорт там сзади нормально все угол колеса стучился вроде держит оказалось что у дяди суса нет прав на такую тележку у меня права дошла отсюда ведь смотри какая-то ерунда на рельсах едем потихонечку чтобы не зацепиться за вот этот балду что это такое вот дорога короче она центральная дальше у нас там будет градирник куча экскурсии мы ведемся максимально спокойно короче мы будем вяжать на так называемый остров именно на этом острове находится пятый шестой энергоблок градирни и его мои едем рядом центральная трасса ребят смотри как дорога идет она прямо объезжает градирник ты видишь они кривые смотри недостроена родения рядом за ней еще одна огромная хоть пока стража почему можно едем едем но никто не поможет здесь уже не мой тупо переедем перенесем прям возле них прям работы ведут я просто я буду говорить если ребят полная полива на переезде какие-то работы выполняются мы тут едем сейчас будут нам вопросы типа кто мы такие чем это делаем самара батяки в тракторе едем 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 он даже на нас не смотрит димон взял поздорово нет нормально едем по чуть-чуть мы проедем очень медленно вижу очень медленно сус очень медленно пускаем не надо мне пьес мы проезжаем сейчас дорогу вида центральной едь медленно потому что сейчас может быть пипец ты чувствуешь задергалась я уже не радиоактивный мост какой-нибудь железный тип ребят мы доехали до канала прудоохладителя есть очень тихонечко я не это не терроризм сусанин смотрите пруд охлаждения там где самые гигантские водятся мы по нему едем как как под нами самые друзья подальто мать и огромные а мы вот такие вот я там спят ночует зимует нормально у меня не только руки трусятся у меня там внутри все трусится смотри еще один переезд осторожно можем реборды оторвать пожалуйста здесь тоже не кипишете не очень тихо смотрите мозг тихонько едем смотри кто-то чистил нет переносил обосрался сейчас переносим давай раз два три капец она еще так легко становится я думал ее там надо устанавливать как на специально они поднимают заехали на так называемый остров на котором по сути находится это третья очередь 5 6 блок поехали сус все четко аппаратура работает электронный копаж мы едем дальше мы проезжаем второй путь охлаждения это уже специально для 3 это для третьей очереди это загадать верен для 3 выводил сюда канал да сейчас мы будем относительно безопасной зоне ехать если я не ошибаюсь мы можем заснять градир нехорошо сейчас вообще тихо будет димон принаши рекорд уже еле работать но они все еще работает это очень радует до вас мы должны проскочить есть очень медленно если начнет клини здесь гамара симпсон работает вот здесь давай 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 сейчас едем смотрите ребят как близко бетон как они нахуй все так сыра не рассчитали или им просто везет то что все вот так проезжать подвезем димон а не может подвезем все панали сус панали панали давай газульку приступу тоже сегодня нет ветка на пути на переедем а вот видимо и конец видео до были а им пизда бля доброго дня здравствуйте для сука пиздюлей конкретных сейчас отхватят ёбаный здорово блять сталкер ты не туда пришел можно проехать куда куда ёпты сука палка лежит не лежала бы палка сто процентов все было нормально прямо приехали а чё приехали камеры убежать проедем а потом я тут работаю у вас пропуске да конечно застану где он а вот он блять блин реально дома забыл так что можем проедем дайте им взятку может что-то делать как вы через дорогу причинились через как вот не тут вообще нашли одеваться что он там где суда это у нас нара видели к тому вот этот меняли дополнил мы стояли их еще там спалили и до сюда догнали это дали ехали не договорились на масштабах если вы были все таких этих штуках мы бы вообще бы ехали ну не поняли вообще если вы были пола это мутанты форму уже вы двоих пустите пускай доедут вернут а мы тут постоит а ты шо у них нам а их им какие-то протоколы выписывают или их просто садят машину и вывозят и говорят большинство на не приезжай есть какие-то ну там штрафы или отсидеть там пятнадцать суток за такое жилетки до молодежь и вообще позже могут огонь все повеселились взяли покатили пуху штраф эвакуации зоны а сколько штраф наши дрезину конфисковали и штраф на на штрафплощадку до решения суда может отдадут через месяц пока сусанин отвлекал полицейских я незаметно открутил от резины все что можно было скрутить и забрал пульт контроллер аккумуляторе нас вывезли за пределы зоны отчуждения и отпустили вроде бы отдельно отделались устным предупреждением может быть сусу как главному придет штраф 800 гривен ебать да это дешевка нахуй туда каждый день можно ездить следующий раз намекнули всем одеть жилетки и не шуметь и не суетиться так сильно ахуей но я понял снимают место дет это все нормально их вывозят только до границы и говорят там дальше сами нахуй решаете да тут самое место где заканчивается сталкерские походы большинства сталкеров всех кого принимают выводят сюда попрощайте свои мечты в жизнь мы вышли мокрыми из воды но дошли как бы телегу не доехали ребят совсем чуть-чуть вы проехали 52 километра нам оставалось реально 52 километра они проехали хуйни более шо около трех километров до самой чески но к сожалению этого не сбылось там мы не увидели сблизи марку эту но мы были очень близко ребят мы доехали уже до градирин это уже считают самый финиш это маша миссия выполнена пускай не на сто процентов процентов на 99 так что все друзья всем 5 давайте да нет топовый контент прощать эти пятки прощайте позиции до новых встреч капец прикольное видео подожди есть вторая часть этого видео или это финальная часть а это вторая капец хайповый видос хайповый ну на хайпе я чеки бомбу не додобил я сасску я сасску